Науки Шигемацу, её тренер и хореограф в этой произвольной программе. В этом сезоне на японском этапе она заняла первое место, на чешском второе. В общем, выступала довольно-таки успешно. На японском этапе у неё практически не было конкурентов, 10 баллов преимущества. А на чешском этапе она обыграла на 2 с лишним балла Полину Шелепень и заняла второе место. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Не самым чистым и элегантным образом исполнила все прыжки, но по большей степени они все-таки были засчитаны, были сделаны. Другое дело, что стартовый лутц был не очень красивым, а прямо-таки на грани срыва. Сами прыжки были тоже невысокими и серьезными недокрутами. Вот этот лутц чуть-чуть бы не коснулся рукой. Плюс ко всему, не всегда во время... Вот, например, аксель она исполняла под таким наклоном. Это было видно с той точки, в которой показывали изначально этот прыжок. Что было даже удивительно, как там дело с этим прыжком дальше пойдет. Но нет, она как под наклоном прыгнула, так под наклоном, собственно, и вышла. Видите, какие-то круты, насколько низкие прыжки. Как левая свободная нога завязывается вокруг той ноги, на которой она приземляется. Конечно, хотелось бы, чтобы одиночник был более собран в исполняемых элементах. Ну и, учитывая то, что по хореографии здесь у нас тоже никаких откровений особых нет, то прорыва ждать от Рисы Шоджи в этом финале, по-моему, не приходится. Но, тем не менее, соперница делает прыжки и старается не срывать. Вот сейчас, по-моему, очень точно ей что-то показывает ее тренер Науки Шига Мацо. Очень точно. Что в коробочке, надо на всех интересовать. С пандой все понятно, а вот с коробочкой. 97 баллов она получает, даже на 9 баллов меньше своего лучшего результата. 47 и 50. И результат 50, это меньше, чем у Ясмин Сираж. КОНЕЦ